Почему автозамена не исправляет наши ошибки по жизни? Кто делает ремонт узбекам? Почему те, кто ездят в плацкарте на боковушке возле туалета, не попадают в рай? Они же мученики! Если ударить водителя маршрутки пятитысячной купюрой, даст ли он сдачи? Почему нам в жизни так и не пригодились дециметры? Где тот клуб, в котором лучшие тусовки, лучшие девчонки и все живут хип-хопом? Что если бомжи не моются, потому что им каждый день делают прививку манту? Почему после первого и второго идет десерт? У кого, блядь, бронза? Могут ли сотрудники госнаркоконтроля перед отъездом присесть на дорожку? Почему беременная лошадь не бежит быстрее? В ней же больше лошадиных сил! Давайте разбираться в комментариях! Всем привет! Друзья, где мы с вами находимся? Мы с вами находимся на дне... Сейчас. Находимся... Я только сейчас понял, что не самый нужный момент, отвлекся. На дне города я не договорил просто. И вообще, мне кажется, это уже в целом нормальная тема для того, чтобы просто поснимать выпуск. Веселье, шарики, батуты, конкурсная программа. Все, поехали! Я заметил, что ты и шел, и вот так вот делал. Не получается, брат? Да так чуть-чуть потихоньку. Давай попробуем, давай, сейчас с нами получится. Блин, давай еще попробуем. Давай. Когда 4 вставил, лучше пошло. Ну, чуть-чуть, да. 4 это хорошо. Так, зачем тебе это умение? Давай. Ты просто будешь, когда девчонки красиво будут идти так к себе? Да, кадрить буду. А это же, смотри, это же нельзя, это техника кольцо называется. Это значит, ты сразу приглашаешь замуж ее. А, ну, тогда только какой-нибудь одной. А когда 4, это типа... 4 сразу, что ли, зовут? Типа что это? Да, не знаю. В каком году основали Калининград? В 46-м. В 46-м? В вообще 46-м? Или 1900? А, я думал так давно. Сколько букв А в слове Калининград? Быстренько. 3, 2, 1. 4. Ага. Сколько? 2. 2. На второй вопрос правильно. Столица Калининграда? Калининград. Нет столицы, не надо нам же знать. Ты просто сказала Калининград. Давай я скажу, как называется по-другому в футболе положение вне игры, вы скажете оффсайд. Все, поехали. Итак, в каком году развалилась Чехословакия? Оффсайд. Оффсайд, да. Все, девчонки умные. Не больно здесь пирсинг сделать прямо в десне? В какой десне там уздечечка? Не больно, блин? Нет, вообще классный. Раз, комарик укусил. В чем прикол? Игрушка во рту. Сделай сейчас так. С каждым разом у нас чуть больше просмотров просто добавляют. Чтобы она завлекала, типа. Давай дальше, о своих планах. Где еще надо сделать пирсинг обязательно? Все уже. Давай на ней сделаешь. Вот можно губки прокалывать, еще бровку. Так она поэтому с тобой дружит, смотри. Созучки можно прокалывать. Сейчас я за уголок тебя заведу. Созучки какие-то. Какие-то зазадки ты зазрела. Проколим и чего? Мне кажется, красиво. Советую прокалывать соски. Где у тебя? А, у тебя соски тоже проколывают. Нет, ну это план. Я боюсь, чем больно уколов. А зачем? А зачем я держу микрофон вот так? Чего я жду? Так, теперь мой ход. Коленочку, под коленочку. Да. Ногу желательно снять. Созучки. Молодец. Все, давай какой-нибудь финальный. Как там в конце наш закончить, как-то красиво. Просто прыгаем. Добрый день, дамы. У меня небольшая дышка. Я прыгал только что там. Вы как по року в целом? Нормально? По року, да. Как сделать козу пальцами? Йоооо. Все, вы рокеры. Сейчас будет группа юности выступать, и мы будем там жестко. Вы фанатки? Да. А вы просто девушки этих парней? Нет, там один парень. Он один там. Три фанатки. Да. Как будете соревноваться? Кому он достанется? Один у нас я. Давай прямо сейчас решим. Подожди, как зовут чувака? Стасик. Стасик? Не солидный для рокера. Давай, что я придумаю. Станислав. Сразу, сразу жестко. Калининград будет делать. Давайте. Калининград. Ой, извини, блин. Капец. А он, наверное, хотел тебя выбрать. Так, давай, еще раз. Калининград. Да не, все, нормально, вдвоем будете. Все, пусть она только одна. Все, Стасик, мы тебя любим, передаем тебе. Большой привет. А можно маме передать? Вы должны будете на камеру сказать, что вы любите Калининград больше, чем свою маму. Ладно. Я люблю Калининград больше, чем свою маму. Я люблю Калининград больше, чем свою маму. Я люблю Калининград больше, чем свою маму. Больше Стасика. Больше Стасика. Опа. Как вы понимаете, это будет легкая рекламная интеграция, но она будет очень забавная. Сегодня открытие нового бренда в Калининграде истерика. В чем уникальность этого бренда? Ярко, вкусно, одежда сидит. У других брендов она просто стоит или лежит? А тут она висит, она садится. А, сейчас на тебе все, что из этого бренда. Давай тогда обязательно коем-нибудь дефиле вместе сделаем. Остановка. И танцы, танцы. Какие прекрасные люди, в шикарных костюмах. А я сказал оператору, чтобы он там стоял, чтобы оттуда снимал. Нас вообще не видно с тобой. Сегодня грандиозное мероприятие происходит. Делаем собственный бренд. Развлекаемся с друзьями, с гостями. Расскажем немножко про одежду, какими-то модными словами. Изысканный крой. Просто добавляешь любые красивые эпитеты. Естественно. Фантастические линии. Уникальная технология пошива. Просто вчера из Милана была у нас шикарная выставка. Ты зачем щипаешь меня за спину? Там где-то волосы. Ворваешь тебе волосы. Себе забираешь, да? Вот как ты волосы себе собрал. Коллекционирую. Почему истерика? Почему такое название? Не успевали к открытию? Была истерика. Открывается же магазин женской одежды. А мы будем общаться только с пацанами. Так, давай, ты-то что здесь забыл? Со своей пришел сюда. Да, да. У меня нет никого. Все, танцуем. А, как можно сказать, что в давние времена, да? Конечно. Когда все открываются, все говорят, мы самые уникальные. Вот чем вы уникальны? Мы любую женщину оденем так, что она будет чувствовать себя секс. То есть у вас примерочно можно не просто примерить одежду. Можно все. Давайте к мужчинам тоже обратимся. Ваши девчонки секси, приводите их к нам. А сами будете пить шампанское, пока девочки наряжаются. Снимаем свой блог. Я как в кадре должен быть немножко такой ярче, знаешь, типа, чтобы привлекать внимание. Я же могу примерить что-нибудь? Погнали. Я закрываю шторку и потом открою уже в новом образе. Опа! Смотрите-ка. Сразу извиняюсь перед теми, кто купит конкретно этот костюм. Если там будет немножко волос, это значит, я просто его мерил. Оцените мой образ от 1 до 10 по 100-бальной шкале. 7,8. 7,8? Это 15 получается. Девяточка. 8. Нет, ты как продавец должна говорить, на вас все идеально, все должны брать. Да, да, так нечестно. Опа! Смотрите, это уже более летний вариант. Сразу хочу отметить, что все дышит, все замечательно. По 10-бальной шкале. Когда отличие потеряла. Костюм мне больше нравился. Костюм нравится больше, чем я, типа. Такая... А что так много народу стало? Еще все с камерами снимают. Я считаю, что нам надо побольше заплатить после такой интеграции. В целом нормально, но ноги надо сбрить. Вообще сбрить, без ног быть. Чего не сделаешь ради гребаных просмотров. Опа! Опа! Не важко! Я сам ставлю минус этому платью, надо все время живот втягивать. Так красиво, вообще красиво. Так все, хватит уже. Единственное, ноги подводит. Волосатый вообще жесть. 10! 10! 10! 10! 10! Все, давай в таком наряде пригласим всех в истерику. Ссылка в описании. Вот там конкретно. Шикарно выглядите, просто хочу сказать, классно выглядите. Спасибо большое. Кто он подбирает луки? Ну, это, как сказать, это секрет. Что происходит? Только вы знаете, у вас сценарий сегодня города. У нас в 18.00 в Центральном парке Калинина будет хореографический ансамбль «Гжель» нашей гости. В 19.00 у нас будет... Целый час будет «Гжель». Синяя птица. Синяя. Она на Деньгордых как будто всегда синяя. Ну, не знаю, не знаю. В 20.00 у нас будет шоу-группа «Кватро». «Кватро», значит, их будет трое, правильно я понимаю? В 4. А, в 4. В 4.00. Ой, мы вас отвлекаем. Все, работайте. По тебе прям видно, что сегодня праздник, прям, да? Классно, прям веселье. Что вообще сегодня происходит? Все, в целом... Как дела? 2 плюс 2. Глеб, самое любимое имя по твоей версии. В каком году основали Калининград? Водку попей и будешь нормальным. День города. Чувствуется вообще или нет? А, слушай. Да, все, мы же снимаем. С айфоном гоняем. Забери, если что. Ну, там, там 3 камеры у него, дорогой айфон, блин. Если что, мы вас тоже снимаем. Ты селфи делаешь сейчас или ты меня снимаешь? Как наш блог в Инстаграм называется? Многомама, мой 9. Многомама? Кто из вас многомама, во-первых? Две мамы и две мы много мамы. Суны, сколько детей. 8 на двоих. 8 на двоих? Да. Не умеете говорить нет, да? Нет. Вы знаете, за 5 лет родила четверых мальчиков. Муж вообще говорит, с ней без трусов спать нельзя. Поэтому он спит с другими, наверное, где-то, да? Я бы тебе тоже посоветовала подальше отойти. Нет, подожди, я вас... Ветром надуваю. Нет, нет, нет. Мы тоже помогаем многодетным семьям. Так, подписывайтесь. Многомама, 0,9. Я просто вечно кормящая и беременная мать. Сейчас тоже мне получается? Нет. Нет. В этот год решила пропустить. Что дают за четвертого ребенка? Вот мне ничего не дали. Извините, я не считаю... Большой семье, как говорится, не щелкают. Сказали, вы немалые имущие, ничего вам не положено. Конечно, ребенок сходит с айфоном, с тремя камерами. Охренеть. Я бы забрал наоборот у вас что-нибудь. На, вон. Слепай, салко шоу. Могли бы выручить, если есть возможность, будет так удобно. Выручить его, пообщаться можем, да? Немножко время классно провести, нет? Не, ну, нужно... Ну, на какие-то нужды, да, наверное? Да. Ну, такие, чтобы немножко поднять настроение, сказать? Да. Немного, 100 рублей. 100 рублей? Да. Так мало нужно для счастья? Нужно больше, но я... Просто налички нету. Есть карта? Есть карта. Не дома, но есть карта. Дома же он в голове, на самом деле, да? Ну, здесь. Я дам, я переведу. Я даже расскажу анекдот. О, а у нас юмористическая передача. Анекдот. Короче, я похож на скорохода. Я знаю это. Кстати. Да. Короче, человек с гор. А, ага. Пришел, короче, ну, возвращается с Москвы и говорит, ну, в случае, в Москва, бить, в зоопарк. Кабель. Так. В случае, бегемот видел. Учы вот такие вот маленькие, да? Жопа вот такая вот большая. В террариум был, да? Слушай, гадюка видел. Ни жопы, ни уши не люблю, да? Вообще. Не, ну, это просто анекдот. Да, он пошлый. Он закончился? Да. Блин, ну, анекдот был, честно говоря, ну, на рублей 50. Еще какой-то прикол? Да, есть. Секс был у вас, может? В самолете. Я занимался любовью. А вы были пилотом? Нет, я был спюардом. Просто одна девушка очень сильно не хотела выключать телефон на взлете. Да. И вы ее наказали, так сказать. Опустили столик, так сказать. Застегнули ремни, так сказать. Ой, через VPN не грузится Сбербанк, так получилось. Не, должно выглядеть. Перевод выполнен. Все, сейчас. Спасибо. Все, вот так вот вы кинули нас? Алло. Он был с нами только из-за денег, оказывается. Вот все такие. Алло, ты где? Смотри, как сразу засуетился. Монета есть. Бля, вернись сюда, а? Вы разговариваете по калькулятору? Да. Поэтому он не слышит вас? Да. Могу выручить, если есть возможность. Вы только безден. Честно, на водку. Так я, подожди, скинул же. Подожди, секунду. Охренеть! Он меня развел. Давай, брат. Давай. Я твой номер знаю, если что. На связке с тобой будем. Я знаю, где ты живешь. Я нигде не живу. Короче, поздравляю всех с днем города. Желаю счастья, здоровья и... И горько, да. И горько, да. Что происходит? Объясняем. День города. У нас open air, open air, танцоров бачаты. Научите меня чуть-чуть. Без проблем. Раз, два, три. И точку поставили, носочек поставили. Редушком с ножкой. И в другую сторону начинаем. Пять, шесть, семь, восемь. Сложно было? Все, я научился? Да. Посложнее. Учитель, мы готовы. Важно уверенно показывать ее, куда ведем. То есть, работа с весом. Давайте. Я, кстати, ведущим работаю. То есть, я веду. От партнера должна исходить уверенность. Потому что девушка – это прекрасный центр вселенной. Картина, которую мы показываем. Наше солнышко. Блин, он этим, да, покорил тебя по-любому? Накидал этих комплиментов. В жизни я постоянно вокруг нее верчусь, кручусь, потому что она вот такая... Чтоб никто другой не крутился, не вертелся. Вверх. Раз, два, три. Точка. Без вот этих вот. Внимание. Это не выпускной вальс, да? Нет, это выпускной вальс. Если мы лодку будем качать, что с ней произойдет? Она перевернется. Поэтому мужчина должен излучать спокойствие, статику и весь такой красивый, уверенный по шоу. Пам-пам-пам. Точка. Пам-пам-пам. Отлично. Ручки, ручки, следим, 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 а то начинаем раскачивать лодочку. Ага. В наше время раскачивать лодки не надо. Да. Так если есть социальные танцы, должны быть асоциальные танцы. Это обычная электронная музыка, да, вот это вот все, это... Я хочу придумать новый танец. Мы становимся четвером вот так вот, только уже не с партнерами, а вот... Не-не-не, не выпендривайтесь, давайте с нами в ряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Девчонки могут делать пять, шесть, а теперь покачаемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Классно? Классно. И потанцевали, и математику вспомнили. Удобно? Да. День города. Давайте про него немножко поговорим. Так праздник это, не праздник, день города. Я не знаю, вы как чувствуете, праздник для вас? Сначала думал, что это праздник. Так. Значит, до семнадцати часов шел дождь. Недолго я говорю? Покороче надо? У нас больше памяти. До семнадцати часов шел дождь. Дальше иду, значит, возле драмтеатра. Ну, разве называли драмсарай? Ну, когда, пятьдесят лет назад. Опа, опа, опа. Вы меня куда фотографируете? Да мы для себя просто снимаем. Про Калининград. Поздравьте всех с праздником. Да, это Калининград. А, все по новой, да? Так надо было мне тогда очки одеть, а? Смотрите, флажок у нас есть. Я за культурой. Так. Да. В житейском море как-то разом вдруг встретилось говно с алмазом. И что ж, алмаз пошел на дно. Над ним же плавало говно. Амар Хаям. Амар Хаям? Да. Как вас звали-то? Ауфидерзейн. Ауфидерзейн надо с этим флагом говорить. Так. Ну, как? Ауфидерзейн. Да. Как вас звали-то по имени-то хоть? Георгий. Георгий. Мир, дружба. Мир нельзя говорить. Все, пришли и все закрылось. Мир нельзя говорить, да? Мир нельзя. Нет. Ой, блядь. Не смотрите меня только не это самое. Не палим. Не прилепите меня. Какой жопе, извините. Как мы вас ждали? Я смотрю, блядь, народ какой-то. Извини, как зовут-то? Руслан меня зовут. Руслан. Ну, я вижу, что ты, как говорится, этой самой. Руслан, сразу видно. Да. Ну, видно, что это. Она же, как бы, да. Наверное, из Казани. Оттуда вам. Народ идет с опущенными головами. Все молчат. Опущенными головами. Никто не поет, ни хуя не счет. Да. Как будто кого-то похоронили. Споем, может быть? Из похорона. Давайте споем. Перемахну забор. Жор, ворвусь в репейник, порву бока и выбегу в грозу. Пока. Спасибо. Спасибо большое, Георгий. Прошу пардуна. Храни вас Господь. Это не я говорю, это коньяк у меня говорит. Коньяк говорит. Я думал, без коньяка обойдется праздник, но не получилось. Как надо попрощаться? Вот так вот. Георгий. Георгий. О, Жора. О, Жора. О, Жора. О, Жора. Все, спасибо, Георгий. Посмотрите там. Вы тоже посмотрите потом. Не приехал, автозек за мной. Автозек не приедет, все. Россия! Мамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамам